Сегодня корреспонденты 9,5 продолжают историю о том, как вчера на заводе РТИ горел склад сажи. Этот и без того изначально необычный фейерверк был прям-таки украшен великолепием виновника пожара. Черномазово Толика Пережогина. Сам-то пожар три огнеборческих цистерны, 8-й и 67-й заводской пожарных частей затушили за полчаса. Но про героизм и доблесть огнеборцев уже много рассказывалось, так что в данном горении это не самое интересное. А вот поджигатель склада сажи Толик суперколоритная личность. Он издали напоминает мартышку, но нет, Толик человек, человечище, матерый такой. На складе сажи, вернее над ним, в коморке, Толик Пережогин обитает уже 20 лет. За это время он приобрел неповторимый и сверхустойчивый цвет. Он пришел из тюрьмы, его решили благоустроить. Дали ему работу, дали ему общежитие, но ему показалось, что ему вот именно вот в этом чердаке жить лучше, чем в общежитии. Вообще этот не похожий на тебя, не похожий на меня парень чернокожий Толик напрягается грузчиком на складе номер 2. А живет в черном складе сажи номер 7. Причем местные работяги иногда обнаруживали в его надскладской келье дамские бюстгалтеры. Частенько Толика заставали в состоянии готовальни, развалившемся на топчине в своей коморке и вдыхающем дым папироски. Заводчане всегда Пережогинские бычки заботливо тушили. А вчера Толик забухал в обеденный перерыв. И рабочие, видимо, прозевали чинарик, выпавший из ослабевших пьяных пальцев. И огонек сигарки спалил и конуру Толика, и множество кошек, присоседившихся к Толику, и еще до кучи склад сажи. Я его не поджигал, ни хуя склад этот. Я не поджигал его там.